Денис Павлович, игра с Будивельником и, пожалуй, даже в условиях сегодняшнего сезона эта команда прям очень сильно загадка. Два года ни одной игры, неофициальной, ни неофициальной. Два человека из украинцев только подписаны, кто-то там на трой-ауте. Как вообще проходил процесс подготовки? Скаутинг, я так понимаю, затруднён был максимально. Скаутинг затруднён, но мы знаем игроков, хотя бы что-то мы знаем и мы будем готовиться к индивидуальным защитам. Все индивидуально будем стараться справиться с игроками. Но опять же, любой американец, особенно на позиции разыграющего, это куча пикинроллов, это множество пикинроллов. Я думаю, что Будивельник тоже находится не в лучшей своей позиции, потому что времени на подготовку каких-то длинных комбинаций в нападении тоже не было. Так что будем готовиться индивидуально и защищаться прежде всего индивидуально. Понятно, что хорошие исполнители, есть таланты в нападении, но будем их стараться останавливать. После игры с черкасами вы уточняли, что недовольность защиты команды именно при пикинроллах. И сейчас говорите о том, что Будивельник будет крутить эти пикинроллы все 40 минут, я так понимаю, отрабатывали ли вы защиту? Есть прогрессы? Естественно, после игры с черкасами мы только это и отрабатывали от различной защиты. Мы старались это все исправить, подправить и направить в нужное нам русло. Над этими работали. Я думаю, что после игры с черкасами все увидели нашу защиту и будут стараться нас там наказать. Но мы стараемся все это зацементировать. Корниенко, который не играл с черкасами, летит в Киев, готов играть? Да, Корниенко после положительного теста на коронавирус на следующий день уже был отрицательный тест и он с летит в Киев, будет помогать нам как раз в этом в этом плане и защите пикинроллов и то, что нам очень не хватает последней игры, это подборы и на чужом счете и на своем. Субтитры сделал DimaTorzok